И рассказ дался легко, потому что я его писал под кайфом. Ну, в смысле, все время на капельнице, все время на особых препаратах. Хотя, понятно, это шутка. Вот рассказ дался очень тяжело. Он у меня родился буквально после того, как я очнулся. Вот я вышел из вот этого состояния анабиоза. Я понял, что я покалечен. Весна, летят гуси, утки, а я здесь лежу, и я пропускаю сезон охоты. Вот, и мне стало так обидно. Вот, я заплакал, взял бумагу и начал чего-то марать. Вот, хотя я, в общем, работаю не с пером и бумагой, конечно, а я взял планшет и начал писать. Вот, и, честно говоря, вот если бы не было этого эпизода, наверное, все равно книжка родилась. Вот как это ни странно. Потому что у меня были рассказы еще до. Рассказы были до, но, наверное, вот этот рассказ бы назывался не «Поцелуй тигрицы», а рассказ бы назывался, наверное, «Казачка». Казачка, потому что это вот та тигрица, моя любимая тигрица, которую я очень люблю, уважаю и ценю, которая, в общем, меня поцеловала. Она сделала для меня самое главное. Она оставила меня жить. Вот. Она меня могла убить, много раз могла убить. Как тигры убивают, я знаю. К сожалению, я это много раз видел, исследовал. Я, ко всему прочему, являюсь судебным биологическим экспертом. И через мои руки проходит очень много трупов и животных, и тигров. И приходится расследовать эпизоды нападения на людей. И я знаю, как тигра убивают. Легко, непринужденно, красиво. Вот. И меня не убили. Поэтому спасибо «Казачке». Отоведов, людей, которые спасают, людей, которые готовы, вот так как ты, денно и ночно, по любому вызову вскакивать, бежать, ехать. При том, что зарплаты не очень большие. Вот насколько есть сейчас смена, есть кому передавать опыт? Ну, это беда. Это беда. На самом деле, молодых в тайгу не затащишь. Потому что сейчас любят природу через экраны компьютеров. Вот. Они... То есть ты посмотрел картинку, и все. Вроде как, как там и побывал. Вот. И вот это, наверное, очень плохо. Потому что, понимаете, тайга без хозяина, да, всегда в тайге был хозяин. И хозяином был всегда там охотник. Вот. Тайга без хозяина, она становится одинока. Вот. Она становится сиротой. И вот я никогда не забуду выражение одного охотника, который создал реабилитационный центр для тигров в Хабаровском крае. Это реабилитационный центр «Утес». Вот. Его звали Владимир Круглов. И я как-то его спросил. Я говорю, Владимир, а вот что будет, как вы думаете, если исчезнут тигры? Вот. Ну, тигров нету, и все. Вам, как охотнику, наверное, здорово, да? Там конкурента нету, там будет много копытных. Он мне ответил, говорит, э, паря, говорит, тайга-то без тигра осиротеет. А вот без охотника она тоже осиротеет, потому что вот не будет присмотра, не будет людей, которые всей душой болеют за сохранение дикой природы. Вы знаете, на охотников обваливается огромное количество, в общем, претензий, да, что вот эти сволочи убивают там животных. Но надо понимать, что есть очень разные охотники. Вот. Есть охотники вот с такой огромной буквы «О», да, которые действительно родители за дикую природу. Они живут от нее, они никогда не позволят себе взять лишнего. А есть чудаки с маленькой буковки «О», да, но они тоже называются охотники. Это охотники, которые, например, могут поохотиться в вольере, да, вот взять там, вот закрыть животных вот в этой загородке, да, зайти туда и убить. Ну, наверное, это не охота. Это как-то по-другому должно называться. Я как охотовед и охотник, я не считаю, что это правильно. Потому что, вы знаете, по нашим поверьям, да, кто убивает тигра, тот тоже погибает. Он долго не живет и, как правило, погибает, а какие-то не очень хорошие случаи с ними бывают. И одиночки только выживали, потому что вот были прецеденты, когда вот охотники убивали, и я их знал. Ну, все-таки я такой взрослый мальчик уже, ага, которые потом жили, кто-то-то, ну, кто-то там, ну, как правило, несчастный случай, понимаете? Субтитры сделал DimaTorzok